Начиная с июня 2018 года трое саратовцев вскрывали отечественные легковушки, относя в комиссионные магазины, магнитолы и колонки. В конце марта решили заняться чем-то потяжелее, сдавая целые машины в пункты приема металла. Причем у сотрудников точек не возникало сомнений, что перед ними законные владельцы, поскольку реальные хозяева авто беспечно оставляли все документы в машинах. Угнали машину, сдали металлоприем, Затем угнали ВАЗДУТ 1.04. Точно такой же. По той же схеме, да? По той же схеме, да. Один из подозреваемых даже придумал фантастическую историю начала их криминального бизнеса. А что толкнуло преступление вообще? Мне надо было за кредит оплатить. Кредит? Большой кредит? Да нет, матери помочь. А на работу устроиться? Ну, за два дня, где мне зарплату выдадут. А тем более, выходные в армию надо было уходить уже. И сразу же выдал другое признание. Ну, вы же давно занимались? Наверное, да. В принципе, у вас? Так вот, я говорю, вот вчера мы водили, сидели, считали, у меня где-то примерно 20 машин. Это неудобный. Я понял, это похищение из машины. Одному из потерпевших, можно сказать, повезло. Его ласточку задержанные спрятали в гараже. Хотели распилить и сдать на металлолом. Но не успели. В гараж постучали сотрудники полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено пунктом А, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за которое предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Денис Гребенщиков. Вести. Дежурная часть. Саратов.